Бай-бай, друг, вставай! Когда человечество научится читать язык символизма, с глаз людей спадет огромная пелена. Согласно Веттию Валенты, первая часть дня начинается на закате солнца, что следует из греческой и вавилонской традиции. Неделя начинается со среды. Каждому часу дня покровительствует одна планета из семи. Понедельник – Луна, вторник – Марс, еще пятница – Мария Магдалина. Черная дама – Нотр-Дам. Мария Магдалина, ее называли Черная Дева. Культ Марии Магдалины – Нотр-Дам де Пари. Иисус Христос, Радомир, распят в пятницу, жертвой Зиди. Кали, Морейли, проще говоря, матки роидов. Современная устоявшаяся идиома – Черная Пятница. Ажиотаж вокруг идей потребления – это тоже жертва. Пятница – день активной алкоголизации каждого обывателя на нашей ферме. Это тоже жертва. Каждую пятницу я в говно. Пятница – тяпница. Пятница – развратница. 80% преступлений на бытовой почве совершается в алкогольном опьянении. Что это, если не жертва? А еще в этом году Страстная Пятница выпала на Вальпургиеву ночь. Ведьмин Шабаш. Этим можно объяснить скопление трагедий и выход клипов. В традициях фермы заведено, что алка пятница плавно перетекает в субботу. А это уже обычные Сатурнали. Служение и жертвы Сатурну Осирису. Так они в связке и идут изида Осирис. Каждые выходные изида Осирис. И абстиненция, выкидыш, воскресенье, страдания от абстиненции, стыд, вина – все эти эмоции – жертва солнечному дню. Солнечному культу. Боги качают энергию из людей фактически на постоянной основе. Люди – живые батарейки и личные рабочие поголовья. Поговорим вкратце. Управленцы энергетических систем являются жрецами и хранителями культа БК, шестерки господ, которые называют себя богами-архонтами. Ремонтировали старые элементы, создавали новые, глушили и запускали узловые точки. Силовые энергоустановки, расположенные в каждом городе и сверху, выглядят как электрические схемы антенны, расположенные на зданиях, земле, возвышенностях, образующие единую схему. Основной целью является сбор людского электричества «Гаваха». Установки все время реконструируются, совершенствуются, модернизируются, появляются новые, но единые во всей планете элементы. Замечали ли вы на зданиях различные элементы, например пирамиды, антенны, резонаторы? Эти работы ведутся постоянно, без остановок и пауз, возводятся новые объекты, усиливаются и укрепляются старые. На эти цели тратятся колоссальные ресурсы и задействуются лучшие специалисты, а следовательно это делается сведомо и под прямым контролем власть имущих. Имея такие колоссальные запасы энергии, они могут менять наши циклы. Замедлять или ускорять вращение небесных сфер, тем самым подделывая так называемое время, которого по сути нет. Например, внутри нашей планеты, которая имеет подобие куриного яйца, над нашей головой в 100 километрах так называемый желток, первая небесная сфера. Боги, захватывая временную петлю, могут попадать в прошлые циклы, делать изменения, что отражается на будущие циклы. Это изменение циклов пространства. Для людей была придумана единица, которую назвали время. Так были переписаны и искажены все науки, знания о прошлом, с подменой понятий, даты смыслов. И на деле самого времени не существует. Это виртуальная единица, ведь по меркам Вселенной настоящее, прошлое и будущее – это одно и то же. Также эта энергия служит для их бесконечной продолжительности жизни. Энергия, плазма, холодный эфир, электричество – это их еда. Кто они такие? Роидная цивилизация, которая выше нас по уровню в сотни раз, но со знаком минус и перешедшая на питание плана тонкого уровня. Наши предки Титаны-человеки боролись с богами и вели с ними войны тысячелетиями, ибо это первые враги. Люди и животные – это батарейки, для них которых они разводят. Рабочие поголовье. Подробно о богах вы узнаете в серии «Осознай матрицу реальности» – боги. Чтобы понять что-то про эти сражения, нужно для начала обозначить цели самой войны, которыми являются планетные ресурсы. Но только не ресурсы в понимании пятикантропов, то есть нефть, уран, блестящие бусы и палки-копалки, а ресурсы настоящие – люди, которые бегают по этой планетке и выделяют психическую энергию. Для сбора этой энергии над городами и населенными пунктами висят специальные улавливатели, которые туземцы называют термином НЛО, а для управления сбором энергии есть специальные рычаги, которые туземцы называют словами политики и СМИ. Например, два политика побили между собой горшки и приказали подданным друг друга резать, что подданные побежали выполнять, выделяя в процессе резни энергию. А потом, лежа в массовых захоронениях, подданные будут выделять энергию еще и после смерти, излучая ее через какой-нибудь красивый памятник. В более мягком варианте сбора процессом жатвы руководят СМИ, то пугая народ угрозой войны, то устраивая массам спортивные мероприятия, то показывая увлекательные сериалы. В процессе сбора урожая роли строго распределены, марсиане забирают себе вершки, а местным элитам разрешают только дергать за корешки, в обмен предоставляя какие-то плюшки, таблетки от всех болезней, технологии, гарантии какие-то и так далее. Система сбора энергетического урожая отлично работала много лет, возможно, даже много столетий, однако в районе 2020 года в сложившемся балансе возник конфликт интересов. В чем он заключается никто из непосвященных, конечно, не знает, но ситуация могла пойти по одному из двух вариантов. От Роя поступил заказ на Третью мировую войну, чтобы, так сказать, очистить поле для нового посева. Однако держателям рычагов такой расклад не понравился, поскольку это грозило им резким падением качества жизни. После сбора урожая им пришлось бы пару столетий сидеть в бункерах, ожидании пока экология более или менее наладится. Кроме того, одно дело отправлять гонца в командировку каким-нибудь великим верховным лидером или фараоном, вокруг которого будут бегать толпы смазливых фрейлин, но совершенно другое дело ехать в командировку и возглавлять какой-то злобный мутантный сброд, сбившийся в общины на радиоактивной пустоши. В общем, взвесив все за и против местные сказали директорам планеты, что Третья мировая отменяется и давайте собирать урожай по старинке. Вышним такой ход мыслей не понравился, поэтому они решили перехватить управление и поставить на рычаги более послушных людей. Или вообще даже начать нажимать на рычаги самостоятельно. В дружном тандеме вышних и правителей из землян появилась какая-то третья сила. Например, какая-то отколовшаяся группа землян, решившая завернуть все одеяло на себя. Или прибыли какие-то другие иные из другой планеты, например, условно говоря, плеядцы. Или ситуацию в свои руки решил взять осознавший себя искусственный интеллект. В известном фильме про Терминатора искусственный интеллект начал с того, что запустил ядерные ракеты, в расчете, что элиты сами себя перебьют. Но какая-нибудь пандемия – это тоже неплохой вариант, поскольку давайте посмотрим, что произошло за последние несколько месяцев. Кроновайрус начал косить китайцев, как показывали нам, где-то в ноябре прошлого года, но все про это хранили молчание и никто нигде ни к чему не готовился. А когда информация попала в СМИ, когда китайцы уже стали якобы падать на улицах, власти везде что говорили? Власти говорили, что никакого короновайруса нет, что все под контролем и даже наказывали тех, кто нагнетал панику и требовал карантина. Прошло два месяца, карантин был объявлен и первым следствием карантина стало обрушение экономики. Причем, как вскоре выяснилось, повидло-19 оказался не так страшен, как его молевали. И люди стали требовать отмены карантина. Но что говорят власти теперь? Власти в России говорят, что корона – это страшнейшая напасть из всех известных, что карантин снимать нельзя никак и даже наказывают тех, кто требует отмены карантина особо активно. Как же так получилось? На верхах левая рука не помнит, что делала вчера правая. Или это такие тормоза бюрократической системы? Причем, доходит же до абсурда. Псевдо-государственной идеологией колонии Российская Федерация является вставанием с колен для борьбы с проклятым Западом. И вот, когда на этом проклятом Западе появилась конспирологическая теория, согласно которой корону придумал Билли Гейша, чтобы поставить всем микросхемки, Генеральная прокуратура колонии РФ издала псевдо-указ, объявляющий эту теорию фейком. Это как? Это как если бы в Северной Корее назвали ли Харви Освальда террористом и преступником за то, что он стрелял в президента США? Или как если бы в СССР назвали негодяями генералов, которые пытались взорвать в бункере фюрера? Такого феерического идиотизма в природе не бывает. Возможно, конечно, что на самом деле Билли Гейша, тайный член Единой России, прячет от всех в сейфе партийный билет. Но пока такой информации нет, то получается, что Генеральная прокуратура колонии РФ заступается не просто за деятеля из страны вероятного противника, но еще и за деятеля, против которого ополчился весь свободный мир. Получается, маски сброшенной колонии РФ – это такой филиал Майкрософт или опять левая рука не соображает, что делает правая? Историю про Билли Гейша мы приводим как самый свежий пример, но таких примеров много, на ходу переобувается даже Трамп, а Меркель 24 часа в сутки сидит у себя в Твиттер и лично все освещает, поскольку, по ее мнению, СМИ теперь верить нельзя и там говорят неправильно. И та же песня в США, там СНН официально назначены фейковыми новостями. То есть такое впечатление, что кто-то перехватил управление СМИ какими-то ведомствами. Политики приказывают одно, ведомства выполняют другое, а СМИ пишут третье. И теперь, по итогам борьбы с постановочной пандемией, политикам люди уже не доверяют нигде. Разного рода верховные лидеры и раньше не пользовались ума с особым подсчетом. Но сейчас, после борьбы с пандемией, рейтинг у всех упал ниже плинтуса. Поэтому спрашивается, зачем было так подставлять политиков? Политики — это инструмент управления, и если к политику не будет доверия, то инструмент не будет работать. И сейчас этот инструмент выведен из строя повсеместно. Рейтинг падет даже у Байдена, поскольку все помнят, как совсем недавно он уверял американцев, что никакой COVID-19 Америке не грозит. Наконец, отдельного комментария заслуживает сама природа вибраций. Людей через СМИ всегда стращали привычными и не очень страшными угрозами — отдаленной перспективой ядерной войны, отдаленным сдвигом материков, отдаленным дефолтом и т.д. А тут вдруг 3 миллиарда людишек одномоментно узрели, что сейчас они выйдут на улицу и завтра умрут. Что эти массы выделили при этом в эфир можно представить из роликов с битвами за туалетную бумагу. То есть люди напугались, не побоимся этого слова, до усрачки. Как это было предсказуемо, предусмотрены технологии сбора энергетического урожая, как это было и раньше, срабатывая на 100%. Это как если бы по саркофагам в городе машин вдруг кто-то начал колотить кувалдами. А теперь добавим к этому облака из люминосфер, которые с началом карантина открыто висят над городами. Корабли и сборщики энергии в виде голограммных облаков. В свете упомянутого у конспироловов и родилась мысль, что Повидло-19 это специальный вброс, призванный перехватить планетарное управление, для начала расшатав и уничтожив существующую политическую систему. Вайрус Повидло-19, очевидно, управляется дистанционно через систему судьба усиливаясь или ослабляясь по команде, например, путем воздействия определенных спектров электромагнитного излучения. В результате, при желании того, у кого от вайруса пульт, Повидло-19 может вести себя абсолютно противоположно действиям официальных властей. Так как только официалы высказались, что вайрус не опасный и что все под контролем, то кнопку включили и вайрус начал свои действия. Но как только официалы ввели карантин и прочие ограничения, вайрус типа выключили. Поэтому сейчас, как только карантин снимут, вайрус опять могут включить и официалы опять будут выглядеть идиотами. Процесс будут повторять столько, сколько нужно, пока массы не взбесятся и все политики со своих табуреток не слетят. А процессом управлять будут те, у кого кнопка от вайруса. То есть некая третья сила. Отныне именно она и только она будет заниматься сборками энергетического урожая, поскольку крона сейчас везде намба-ван и у каждого жестко прописана в голове. Кому эта сила с кнопкой подчиняется драгам, рептам, серым или искусственному интеллекту или атлантам или каким-то новым элитам покажут, возможно, уже ближайшие месяцы, так что следим за развитием событий. Рекомендуем канал с видеоуроками по видеомонтажу и постпродакшену Рекфокс. Полезный контент для новичков, так и для профессионалов. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok